Чё-то видимо как-то дрифт это немножко не моё Надо учиться Разгребаем последствия кизжа и поребрика Это там Виталий свои дыры не левилит А у меня тут такое ощущение что я походу попал на стакан Эта штука которая держит амортизатор Она как бы немножко видно что гниловато И она оттуда что-то там вылетела Ну вернее я помог ей оттуда выпасть Но походу это попадос На сварку ещё при этом Ну и вот как погнуло балку В принципе всё ожидаемо Ну что же дорогие мои друзья Походу в этой серии мы будем опять же заниматься не совсем приорой А будем менять балку на жигулях А также столбы Потому что тому столбу не хорошо Ну и этому тоже не совсем хорошо Вот Так что наверное можете проматывать видос Не знаю на сколько минут вперёд Потому что сейчас скорее всего будет именно об этом всё О том чтобы их восстановить после моего андерстира То есть я вот сейчас всё-таки взял Умничал Решил почитать Что такое вообще терминология в этом дрифте Короче андерстир это когда Сносит переднюю ось И тебя выносит вместо того Чтобы зайти по красоте Тебя выносит прямо Вот что со мной в принципе случилось Когда я на повернутых колёсах Влетел прямо в поребрик Сейчас я буду менять сами стаканы То есть я их просто отпилю Это вот этот вот хренатень То есть её где-то тут надо Принапуститься отпилить Это я сейчас решу А точно так же Были изготовлены вот такие вот проставки 15 миллиметров Чтобы поставить их вот сюда Вы наверное спросите Нахрена тебе эта хрень нужна Саша А Саша ответит вам вот зачем Я ещё хочу вынести сюда вперёд ещё рычаги Чтобы рожа была у машины ещё шире Ну не знаю друзья Ну присралась вот эта Вот хочется мне Чтобы морда у машины была очень такая широкая Ну вот Всё высверлил по точкам Здесь кусок вырезал Потому что он там такое Такое месило было Что ну вот как бы смысла от него особо нету Поэтому Поэтому всё вот так Сейчас сюда спокойненько Чищу Варю планочку вот сюда Чтобы закрыть Чтобы был голый этот брызговик И уже когда будет стакан Уже сюда варить стакан Зачистил как мог Всё происходящее внутри Грунтанул Чтобы наверняка Вставка Из двоечки Тоже отгрунтована внутри Дырок Насверлил Всё можно вот так ставить И обваривать Загрунтовал Заварил Зачистил Ну и друзья По моему я считаю Что всё довольно таки отлично У нас внеплановые гаражные движения На нашем симаке Поставлен двойной выхлоп Довольно таки по моему Кошерно смотрится Как считаете С моим пока ни черта не сделано Вот поставил колесо По приколу посмотреть Может автош пацаны Давайте в комменты Когда ты покупаешь Какое-то железо На Жигули Особенно если это не оригинал Который так называемый В катафорезе Призводство автоваз И так далее Это соответственно Сказать какой-нибудь Камаз Или ещё какая-нибудь шляпа Но Я думал что Оно будет очень тонкое Когда покупал Эти странные стаканы А стаканы оказались В принципе Довольно таки неплохие По толщине Но Я думаю Здесь не стоит объяснять Что я их выставил ровно Почему? Смотрите Два болта Вот эти отверстия Совпадают А здесь Ни хрена как бы не совпадает Ну сами понимаете Это крепление верхнего рычага То есть здесь По идее Должно быть всё ровно Как я уже не выставлял Оно не ровно Вот В чём задача Для начала Я отсилил втулку Вот эта втулка Которая внутри Служит для направляйки Этого рычага И теперь По этому же принципу Я сначала Во-первых Рассверлю здесь В нужных местах Отверстия И вварю сюда Вставлю рычаг Выставлю его Прихвачу втулку И обварю Уже здесь Уже по нормальному Чтобы переделать Вот эти вот места Чтобы отверстия Были абсолютно Симметричны Друг к другу Как я их выставлял Я значит Взял Замерил с той стороны Самый Так сказать Оригинальный Этот стакан И по сантиметрику Вот как бы Выделил себе места Где должны быть Само собой Оригинальные отверстия Потому что здесь Угол совпадает Вот эти болты Совпадают Как бы сами Высота пружин Тоже совпадает Ну верхушка Понятное дело Как бы тоже Но вот эти отверстия Не совпадают Поэтому наша задача Сейчас сделать так Чтобы это было На одной линии Притом все четыре Это уже вторая сторона Объясняю по простому Как добиться нужного Смотрите Я мерил как Я взял Дальше Ну деревяш Ну железку Короче 90 градусов То есть Ну я уже априори знаю Что на 90 Вы можете тоже Это как-то узнать Значит первым делом Я ее приложил Вот так вот К штатному месту То есть именно От самого шва То есть чтобы вот это место Отсюда До конца отверстия Но чтобы Зафиксировать его То есть прикладываем Вот рисочка Надеюсь вы ее видите Теперь прикладываю Здесь же с этой стороны Эту же рисочку Переношу сюда То есть мы получаем Что вот это отверстие Оно должно быть Ну в смысле Оно должно быть На 6 миллиметров Отсюда Вот сюда Потому что в противном случае Рычаг просто упрется у вас Вот в этот Сам шов Что у меня в принципе и случилось Потому что я все-таки попробовал Пихнуть его Вот этого Моего дорогого друга Уже сюда Далее Как отметить Вот эту скажем так Нижнюю линию Это к сожалению Чисто на глаз То есть То есть мы берем опять же 90 Прикладываем сюда И проводим линию То есть вот она Линия Я ее провел Следовательно Теперь мы проводим Кладем его вот сюда Примерно опять же друзья Как у вас работает глазомер Чтобы провести отсюда Ровную параллель Вот сюда Потому что Давайте берем Брать априори То что вот эта часть Вот эта Она как бы будет Именно от нее Будем стрелять Это будет наш горизонт И поэтому Так же мы проводим Линию вот здесь Вот И точно так же Сейчас я буду рисовать Линию вот здесь Таким образом Я сейчас получу Вот тут две линии Примерно у меня тут Уже вот так начерикано Где оно должно быть Но вам Я вот так вот Скратце решил это объяснить Вдруг кому-то Это будет полезно После вымерений Сверлится сначала Ну делается небольшая Насечка Выбивается Сверлится маленькое Отверстие Примерно смотрит Что все совпадает Более-менее Теперь берем Большое сверло Вообще тут по-моему Отвертие 14 мм Но я как бы сверлю 15 Опять же Небольшой люфт При Как бы При установке Вот этой самой Втулки В принципе не страшен Потому что Втулка все равно там будет Так сказать Она там будет Короче То есть Биения этих Не должно быть Но опять же Напомню Что вот это все происходит Вот эти Шарошения отверстий При спиленных втулках То есть сначала спилим их Они легко спиливаются Болгаркой С длинным С большим кругом Вот готовый вариант То есть Все теперь Ровно друг Относительно друга Если смотреть Вот так вот То даже В принципе видно Что втулка Параллельно Вот этому месту Точно так же Когда сюда Загоняешь болт Во-первых Друзья Он должен входить Сюда немножко Туговато Потому что Сама втулка Она больше чем болт И если Не учитывать Вот эти отверстия То Сам болт Во втулке Будет шататься Скорее всего Это сделано для того Чтобы там Ничего не гнило И так далее Потому что Если бы Сами представляете Если это загнилось внутри То вам опять же Чтобы поверить болт Надо будет менять Весь стакан То есть Наверное Об этом они Сутки подумали Значит Здесь так же Я дополнительно Еще поставил Точечку вот сюда Ну и В принципе Что я могу сказать Все Болл сюда входит Старое отверстие Я посоветую Заварить И заполировать Потому что Сюда будет вставать Хоть и будет сюда вставать Это шайба Но Всего туда Иначе может что-то затечь То есть Ну Сами понимаете Лишние Лишние отверстия Нам здесь не особо нужны То есть Вот здесь точно так же Вот старое заварено Все выровнено Втулочка Втулочка Почти в параллели Потому что Опять же Здесь сюда Немножко по люфту пошло То есть Чуть-чуть так вот Но Это роль особо не играет Тем более Вот эти отверстия Как вы видите Они все-таки Не совсем ровно Проделаны Вот эти Они да Они стреляют Скажем так Как от балки Потому что Это одна и та же деталь Просто разница В окантовке Тем временем У меня кстати Ресивер Выглядит уже Вот так вот То есть Насверлил отверстий Выточены Вот такие Специальные Втулочки С резьбой Под все мои нужды Все это будет Еще обварено Значит Что касаемо Стаканов Они Отпесочены Полностью Отгрунтованы Опять же Мой любимый Эпоксидник Но Обратите внимание Опять же Вопрос качества Три пальца Три пальца Куча здесь 65 отверстий Здесь 55 Даже если присмотреться То здесь видно Что этот кант Чуть-чуть По-другому Поменьше Этот кант Чуть-чуть Побольше Но сюда у нас Получает Оставляется еще Резинка И уже Пружина сама В нее Но опять Если даже Посмотреть Здесь видно Что раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Точек А здесь Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять А здесь Девять Точек То есть Возможно Это разная Партия Просто И вот так Вот совпало Но Надеюсь Все прокатит Потому что Теотически Здесь Хода амутизатора Такого Суперского Быть не должно Ну Сейчас поставим Посмотрим Гаражные движения Продолжаются Полностью Намазаны Герметиком То есть Чтобы сюда Уже даже Что-то затечет Оно уже Не прогнивало Потому что К раз Вот эти места Над рычагом Меня изгнили Здесь Также промазал Просверлил себе Насверлил Отверстие Куда вариться Ну и само собой Пока это Немножко подсыхает Я сейчас пойду Снимать Второй Второй стакан С этой стороны Я уже на опыте Говорю сразу Короче Зачищаем Вот таким Вот песочком Вот это место Вот это место Высверливаем Вот эти Все точки Которые здесь Найдете Также Вот эти Вот все Вы конечно Хотите Можете Мять его Еще и выше Но я так Я меняю Прямо Вот посюда Мне вышить Не надо Здесь Вот эта Точка Идет Получается Последняя И здесь Начинается Уже Лонжерон То есть Далее Отрезаем Вот эти Потому что Они переключатся Ну Приваются К лонжу Ну и само собой Здесь Также Это Последнее Теперь Болгаркой Будет сделан уже Надрез Вот здесь Вот потому что Та планка Скорее всего Во-первых Гнилая Во-вторых От нее отсервить Смысла нету Как с той стороны Поэтому сейчас Берем болгарку В руки И все это Уже Вырезаем Далее Отпиливаем Вот это место Вот так Это вот так Ну и вот это Вот так По кругу Заодно Потом можно Пропилить Вот так Чтобы у нас Упал вот этот слой Ну можно Его дополнительно Выпилить Теперь Следующий этап Отпилить Вот это место И вот это Далее Либо Первый вариант Отпиливаем Вот здесь Вот досюда И досюда И по точкам Это выбиваем Либо Как я сейчас Сделаю Я еще Разрезаю Вот так Чтобы было Гораздо Проще И удобнее И спустя Примерно Два часа Все удалено Вот это Вот весь Стакан По частям Это что Мы здесь Имеем Само собой Вот это Сейчас Как могу Я почищу Потому что Ну сами понимаете Так не гоже Вставляю сюда Латочку И здесь Зачищаю Грунтую И иду Тогда Наверное Делаю Ту сторону Ну что же Вот так Все это выглядит То же самое Что из той стороны Вставка Точки Ну к сожалению У меня вот эта вставка Она сварена Из двух Из двух частей Потому что У меня целиком Такого куска Не хватило Поэтому я вот так Его сварил Зачистил Поэтому Ну это теперь Одно целое Здесь Грунт сохнет Идем на ту сторону Значит Вот наш Этот самый Новый стакан Я его промазываю Так изнутри Само собой Какой-то процент Он сгорит То есть Выгорит Какой-то процент Герметика Поэтому еще Будет дополнительная Замазка Снаружи Но для начала Все это Берем вот так Вот Прикидываем Уже все Прикинуто Ставим Закручиваем Вот этот болт В балку И относительно Него Он легко Выставляется Как так Как и должен быть Второй Стакан У нас Также Прогерметизирован Изнутри Тем временем Пока это Подсыхало Здесь Зачищено Заварены Вон точки Загрунтовано Теперь Здесь Также Все Приварено Все Вообще Завод Теперь Жду Когда грунт высыхает И мажу Все герметиком Само собой Я вам покажу Все места Которые Я считаю Нужным Намазать В жигулях Варки Герметиком Но на самом деле Мне кажется Это уже довольно таки Видно То есть Вот здесь Вот здесь Вот здесь Вот это все Потому что Вода туда будет Все равно попадать И чтобы она туда Не попадала Чтобы это все Снова не сгнило Само собой Надо все это Замазать герметиком А пока Занимаюсь Второй стороной Потому что там Естественно Еще ничего не готово Ну вот Вторая сторона Также готова Все приварено Залито грунтом Зачищено Понятное дело Где-то тоже Ржавчинку видел Теперь Изнутри Все то же самое Единственное Из потери Он немножко Форшанул провод Это на датчик скорости Но ничего Это поправимо Сейчас Пока здесь Грудь сохнет Я иду на ту сторону И мажу герметик Ну что же Товарищи Я считаю Что надо Мазать именно Вот так вот То есть Во-первых Промазываем Весь вот этот Вот шов Чтобы вода не залетала Можно даже Вот этот Промазать Если хотите Следующее Я опять же Промазал Вот этот шов Вот это все Замазал Здесь само собой Ну и с этой стороны Ну точно так же Я замазал еще И вот здесь Вот То есть Чтобы никаких Стыков не было Вот эти вот отверстия Это у нас дренажи То есть Теоретически Что-то там появится Оно все должно Вот через них Вытечь Как бы Если кто-то помнит Я здесь еще дополнительно Изнутри Клавал герметик Ну это дополнительно И вот Получается Что вот там Вот если Вы присмотритесь Вот там Как раз тоже Все уже Загермечено И Слив будет Исключительно В эти дренажи Что нам В принципе И надо Ну и с той стороны То же Самое Абсолютно То есть Стык замазан Этот Здесь замазано И вот здесь Если хотите Можете нажать Видео на паузу И Запомните Если вам Вдруг Это очень сильно Понадобится Ну Само собой Это Абсолютно Мое мнение То есть Если я хочу Я вот так вот мажу Если вы хотите Вы можете так не мазать Мажьте друзья Как хотите Но Я считаю Что вот это Это самый Так сказать Лучший вариант Потому что Здесь промазано Все Все места Куда возможно Могла затекать вода Чтобы это Дерьмище Гнило Но Само собой Это Иключит Для мое мнение Если кому-то Вот не нравится Как я вот это Вот сделал Можете Взять В рот говна И в меня плюнуть Я разрешаю Ну Наконец-то Здесь Залито Все Мовилем Герметик Так Легонько Загрунтован Снаружи Это уже Все Пройдено Антигравием То есть Уже Никаких Швов Также Мовиль Как вы видите Протекает Из нужных Мест Внутрь Лонжеронов Я его Тоже Залил С этой стороны Естественно Все То же Самое И Снаружи Антигравий Чтобы Уже Было Точно И Наверняка Сейчас Сейчас Силовой Конструкции Я скажем так Закончил Теперь Я буду Заниматься Балкой Я ее Сейчас Доделаю И Возможно Постараюсь Поменять Также Подровняю Ручки Если они Этого Требуют И В принципе Ремонт Будет завершен Работа С рычагами Во первых Когда у нас Есть два рычага Это очень хорошо Потому что Вы можете Вот так Вот их Приложить Друг к другу И смотреть Отношение Вот этих Отверстий И Само собой Нужного Нам Таким Обратом Я понял Что у меня Вот это место Оно чуть-чуть Ушло сюда Я что Сделал Как вы поняли Я разрезал Сделал два Надреза И Немножко Выгнул Относительно Оси То есть У нас теперь Получается Что все Оси Соосны То есть Что верхняя Ну как бы То есть Получается Сам погнутый Рычаг Точно такой же По форме Как и нижний Теперь аккуратно Ставим сюда Пару точек И обвариваем Чтобы эта конструкция Не ушла Свои Так сказать Измерения Свои измерения Вы можете Подтвердить Очень просто Болт В этот рычаг Должен входить Просто Вот Раз Вот Видите То есть Все Он вошел Идеально ровно Без проблем Спокойно Входит Спокойно Выходит Это значит Что наши Два отверстия Абсолютно Соосны Значит Рычаг Ровный Теперь Обвариваю И приступаю К осмотру Нижнего На сей раз Я понял Что нижний рычаг Я в прошлый раз Сделал Немножечко Неправильно То есть Я его Сделал Слишком Узким То есть Я увеличил Вот этот угол А на самом деле Надо было Его немножко Распримить Само собой Я сейчас Распримил Оба этих Ну Кочу Оба этих Края Теперь Как проверить Соосность Во-первых Можно приложить Его один К другому Ну и Само собой Если Вот эта Вот Втулка Здесь Катается Ровно Не Люфтит Значит Два Круга Абсолютно Параллельны Друг Другу Само собой Какой-то Здесь Будет Люфт Без Этого Естественно Без Специального Оборудования То есть Того Как Стол Или Как Некотор Стапель Мы Ничего Не Сделаем Но Это Не Мешает Выставить Его Сейчас Вровень Чтобы Все Остальное Поправили На Развале Поэтому Сейчас Я Опять Обвариваю Все Это Дело И Собираю Нижнюю Втулку Тем Времем Верхние Рычаги Покрашены Черным Ну так Просто Для прикола Эти Я Сейчас Тоже Задую В черный Балку Я Все Зачистил Также Прокрасил В черный Ну Потому Что У меня Здесь Все В черном Шпильки Приварил Удлиненные Специально Чтобы Выдавить Рычаги Как можно Шире Проставки Загрунтованы То есть Вот такие Вот Проставки Будут Стоять Получается Вот Здесь Сами Рычаги Вправил То есть Левую Сторону Относительно Правая Я Все Выпрямил Все Ровно Тягу Я Заменил И Теперь Можно Наконец-то Менять Уже Саму Балку И Заняться Панарой Потому Что Солдатик Снова Оказывается Оторвался Когда я Ставил Шестнадцать В семерку У меня Он Почему-то Стал На два Сантиметра Вперед Задняя Опора Была Просто Немножко Подрезана И Стояла Она Так Сказать На Сама Себе Ну Вернее Это Называется Опора КПП И Сейчас Я Наконец-то Сделан Правильно То есть Я Как Вы Видите Усилил Ушки Приварил Такие Двух Или Трех Миллиметровый Не знаю Не считал Но Теперь Она Также Станет Ровно В свое Место И Я Теперь Могу Уже Смело Менять Балку Чтобы Снять Балку Во-первых У вас Должен Быть Выкручен Вот Этот Винт Который Находится Вот Вот Такого Плана Вот Сюда В это Отверстие После Чего Спокойно Постукивая Молотком По краям Она Дождаться Свалиться А Забыл Добавить Под КПБ Надо Поставить Домкрат Чтобы Мотор Вывесить Так Вуаля Балочка Извлечена Ничего Особенного Старая Балка Снята Вот Новая Единственное Что Почему Тут Здесь Немножко Опора Как будто Чуть Чуть Вывернута Неужели Шестнарь Настолько Мощный Что Опору Немножко То То Чтобы Восстановить Возьмем 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 Вот это вот отверстие совпало с этим, и так он стоит параллельно, а вот тот не очень совпало. Ну, мне уже, к сожалению, не сравнить с прошлым. Кстати, да, вот рулевую заодно. Эта у меня уже была поменена. А эту я вот тоже сейчас поменял. Она вообще такая тугая, охренительная на самом-то деле. Ой, ладно. Ну что же, у нас новый день, опять гараж. Вот, начал собирать. Рычаг закручен, встал он теперь идеально, потому что отверстие я переделал точно так же. Со второй стороны я пока еще, к сожалению, не поставил. Со второй стороны я просто пролюбил где-то вот эту втулку. Ну что же, взял 2 мл металла, загнул его в кружок, сделал ее по-новой. Заодно болгарочкой вот с таким вот наждачным корсчёточным кругом зачистил пружины и грунтанул. Пускай будут белыми. Вторая пружина там висит, сохнет. Сейчас, наконец-то, будем все это собирать, чтобы все это было, хотя бы, внешне это выглядело как новое. Здесь все собрано. С той стороны, как вы видите, тоже. Здесь поменял тяги, все смазал, все примерно, опять же, на глаз выставил. Точно так же вправил бампер. Если кто-то, может быть, помнит, у меня вот этот край был выше, а теперь бампер идеально ровно. Ну и с этой стороны, само собой, все то же самое. Ну что же, сейчас я вам расскажу, как поменять тормозные диски и колодки. Разворачиваем тормоз к себе. Берем ключ на 13 и на 17. Отгибаем вот здесь вот контующую такую штученцию, не знаю, как ее правильно назвать. Далее 17 держим вот эту вот направляющую и 13 откручиваем сам суппорт. Теперь он просто на все вот так вот открывается вперед. Что позволяет вам снять колодки. Значит, далее наша задача задвинуть поршень. Проще всего это сделать вот так вот. Кладем одну колодку и берем два больших ключа. Полностью задвинув поршень, у нас теперь можно поставить сюда новые колодки. Старые души поедут на помойку. Значит, чтобы открутить суппорт, нужно открутить вот эти два болта. Они тоже на 17, но тут у меня интересная такая система. Здесь гровер стоит не пель между болтом и направляйкой, а между самой проставкой и вот этой, как, суппортом. Снимаем суппорт и скобу. Диск, если он у вас здесь прикручен, откручиваем направляющий, если он не прикручен, направляющий... Ну, снимаем просто. Он бывает иногда транспортировочный на таком масле, чтобы не ржавел. Если масло есть, можно протереть растворителем, white spirit или еще чем-то подобным. Если масла нет, можно ничего не протирать, а сразу устанавливать. Значит, опять же, если есть направляющий, ставим отверстиями к направляющим. Значит, от себя еще добавлю, чтобы суппорт, этот скоба, стала ровно, диск лучше тоже придерживать в нужном положении. То есть мы теперь держим диск, чтобы он прижимался ровно, но это в случае, если нет направляек. И затягиваем болты крепления. Теперь в получившееся окно вставляем колодки. Значит, здесь ничего сложного, не перепутаете металлом наружу, материалом вовнутрь. Возможно, они будут чуть-чуть туговато вставать. То есть она должна вот именно туда зажаться. Вот так вот. И теперь спокойно сюда же уже вставляем сам суппорт. И закрываем вот эти вот замки. Вот так вот просто меняются колодки и тормозные диски на 14-х, в принципе, на «Жигулях». Здесь, оказывается, все очень весело. То есть все выпиливаем по максимуму, находя живой металл. Вот изнутри, к сожалению, тоже пришлось что-то выпилить. А сама эта штука, ну, я уже пару раз приваривал, но приваривал, как говорится, к гнилью. Поэтому от них тут смысла нет. Куплена уже новая. И сейчас зачищаем швы. Ну, вернее, не швы, а зачищаем и привариваем сюда все новое. Оказывается, сам солдатик приварен еще вот к этой части ниши. Поэтому я сначала хотел сделать из одного миллиметра. Ну, то есть это уже процентов багажника. Из одного миллиметра, но решил все-таки из металла двух, потому что солдат варится к нему и выполняет кое-какую силовую часть конструкции. Поэтому лучше здесь пожирнее. У него основное крепление получается здесь и здесь. То есть вот как он выглядит. Все. Солдат приварен. Все усиленно, все проварено. Теперь надо сейчас дождаться, когда высохнет грунт, и пройтись герметиком. Значит, там я вон тоже все приварил на точке к тем двум миллиметрам, которые из багажника. Здесь дополнительно косынка. Ну и, в принципе, все. Теперь, я думаю, конструкция должна жить на века. Останется только собрать. Ай, ладно. Ну что же, свою жигу я так и собрал. Теперь она на 14-х штампах. На матиске. Все ровненько, все четенько. Спереди. Пока, естественно, развала нет, но... Как широко, в принципе, уже видно. А еще ко мне приехала вот такая вот жига на ремонт кузовни. Ну, сказано сделать просто, чтобы заменить. Поэтому за пару дней делаю вот это. И, наконец, занимаюсь приором. В общем, я все жиги превращаю в белый, даже если они были бордовыми. Ну, на самом деле, это грунт. Я просто загрунтовал новый телек, новый фартук. Фартук. Конечно же, да, здесь не все не по-заводскому. Приварено вообще вот точечками вот там вот. Но по условиям было сказано, что сделать именно так. Герметиком промазал, замазал вот эти вот места. Ну, тут, конечно, есть какие-то подтеки грунта. Но это, естественно, уже не важно. Главное, морда установлена. Останется повесить капот. И вытянуть вот это вот чуть-чуть место как-нибудь. Я пока еще не придумал как. Но, наверное, я его немножко подтяну. И вот жига собрана. Отгрунтанул капот. Крыло. Все, в принципе, сошлось. Все в зазорах. Все довольно-таки ровно. Все, в принципе, нравится. Ну, это крыло я вообще не делал. Поэтому сюда не смотрим. А так, я считаю, все довольно неплохо. Эта серия, наверное, уже очень долгая. Но, к сожалению, я до сих пор не доделал жигу до такого состояния, чтобы она ездила. Конечно, хотелось бы вам уже показать там и навалы. Все спокойно и дальше продолжить приору. Но, к сожалению, пока не могу. Сейчас жига вот в таком виде поднята. Потому что я сейчас снял рулевой редуктор. Потому что, оказывается, у меня под ним трещина. У меня появился после этого крэша какой-то небольшой люфт в руле. Там, получается, было как? Типа 2-3 мм люфт. Сантиметр до ворот. И только тогда начинают колеса поворачивать. Ездить так было, в принципе, можно. Но, как я езжу, не получалось. Поэтому я снял... Поэтому я влез посмотреть, что там происходит. Товарищ покрутил руль. И я увидел, что сам редуктор просто ходит в лонжероне внутри. Именно на внутренней части. Поэтому я сейчас влез, снял редуктор, зачистил там все. Нашел там трещину небольшую. И сделал вот такой самодельный усилитель лонжерона, который сейчас загрунтую и приварю. Значит, снимается. Эта фигня довольно-таки сложная. Вытаскиваются все болты. Снимаются обе тяги. Это рулевая, получается. Это у нас, которая продольная. Продольную надо снимать вообще полностью с машины. То есть, чтобы ее там не было. И тогда, в принципе, вытаскивая болты, откручивая руль от редуктора, он... В смысле, он легко вынимает... Ну, довольно-таки просто вытаскивается вниз. Вот этот усилитель, он у меня встает вот так вот. То есть, сейчас я его, естественно, пока просто прикидываю. Иду, вариваю, а потом уже начинаю ставить на боевую. Если вы захотите заниматься тем же самым, то мой вам совет. Занимайтесь этим на подъемнике. Потому что я вот в таких вот условиях на домкрате. И вот там вот две шины. И вот он, наш усилитель. То есть, он приварен... Ну, видно, где приварен, короче. Отверстия прорезаны. Все это приварено. Сейчас я это грунтую. И ставлю редуктор обратно. Значит, в принципе, тут особо советовать нечего. Просто прикладывайте его, прихватывайте. Но, само собой, лучше этим заниматься на подъемнике. Я не в таком состоянии, как я. Наконец, все работы, которые я планировал, по седьмаку закончены. Развал. Рулевой редуктор возвращен в свое место. Передние рычаги восстановлены. Стаканы восстановлены. Панара восстановлена. Такая очень длинная серия, к сожалению, получилась. Но, долго не снимал. Дальше будет уже то, над чем я работал уже, получается, месяц назад. А теперь на развал. Ну что же, мы доехали до развала. Это Куляклин Александр, которого все знают в Питере. Потому что только он занимается всякими вот такими вот дичайшими рычагами, развалом на них и так далее. Поэтому сейчас ждем очередь. И заезжаем. Снимаю вам там. Развал был сделан. Я сидел внутри в машине, поэтому ничего такого заснять у меня не получилось. Александр, который он же Кулякин, Александр, который развал, он просто там внизу все настроил. Сказал, что значит у меня получается 4-5 градуса на морде. Развал схождения выставил. Кастер чуть-чуть добавил, по-моему, если я ошибаюсь, до 8. Пока я ехал от развала, разницы я особо не заметил. Но, возможно, еще все впереди. Также сказал, что, возможно, у меня слишком перетянут рулевой редуктор. Надо его немножко раскрутить, чтобы колеса возвращались по прямой. Но это уже совсем другая история. Сейчас эту серию уже хочу закончить. Потому что так она еще долго. Долго я ничего не выкладывал. Но, друзья, к сожалению, так получилось. Потому что делаешь одно, ковыряешь другое. В итоге получается так, что ничего не выкладываешь. Поэтому сейчас будет небольшой ребрендинг на канале. Я уже что-то там придумал. Мы даже могли заметить, что она там изменилась. Ава. И даже появилась небольшая шапка, которая в начале моего канала. Поэтому скоро чуть-чуть я еще чего-то добавлю. И теперь я могу уже смело заниматься приорой. Так что, друзья, подписываемся на канал, ставим лайки. Показываем мне тем самым, что вы хотите вообще смотреть, чтобы я не опускал руки. И продолжал снимать, продолжал заниматься своей этой всей тягамонтией. Также под видео будет ссылка на мой инстаграм, где я выкладываю сторисы почти каждый день. Также скидываю какие-то фотки, которые в процессе того, что я скоро выложу на ютуб. А ютуб это уже как завершение моего цикла в инстаграме. Также будет группа вконтакте, вдруг она кому-то интересна. И, ребят, всем спасибо за просмотр, спасибо за терпение. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok